Лулань, где мы сейчас находимся? Мы сейчас в городке, где я родилась. Да, мы сейчас в родном городке Лулань и мы идем сейчас завтракать. Я хочу европейский завтрак, она хочет китайский завтрак, поэтому мы сначала поедим китайский завтрак, а потом пойдем есть европейский завтрак, потому что я вам еще раз хочу напомнить, что я не могу есть китайские завтраки вообще, потому что они для меня это обед. Вообще. Население города 60 тысяч человек. Так что он такой прям маленький-маленький городок. Но, ребят, я с вами хотел еще поделиться тем, что мы сейчас находимся в самой, в одной из самых бедных провинций. Мы находимся просто далеко, просто в жопе провинции. В городке, о котором никто вообще не знает в Китае. Это просто провинция, провинция, провинция. Но здесь везде банки, здесь везде есть какие-то кофейни с булочками. Здесь строятся огромные здания. Новые жилые комплексы, отличные дороги. Здесь просто есть все. Я просто понимаю, что если бы я поехал в один из самых бедных регионов России и в один из самых маленьких городов, там было бы просто трэш. Просто было бы трэш. А здесь продают технику, везде стоят банкоматы, кучу еды, продают одежду. Здесь, в принципе, все-все-все есть для китайцев. Конечно, для иностранцев здесь нет каких-то там продуктов или каких-то ресторанов. Но для китайцев здесь есть все. И это удивительно. Удивительно, какими просто шагами развивается Китай, развивается этот город. Потому что Луань сказала, что она вообще иногда не понимает, где она находится. Потому что за 5 лет город полностью изменился. Потому что мы ехали в машине, она такая, где мы? То есть она даже не понимала сначала. Смотрите, как красиво город, и сразу же идет такая гора-скала. Луань покупает какую-то штуку из кукурузы, которая завернута в листья бамбука, и 1 юань стоит. Вкусно? Немножко горь, да. Я взял себе напиток, кофе с молоком, и он вкусный. И стоит всего лишь 5 юаней, например, в Гуанчжоу стоит в 2-3 раза дороже. Ребята, мы сейчас находимся дома у Луани, где она родилась, да, и прожила здесь много лет. Это сейчас вход. Он выглядит вот таким вот образом. Здесь, конечно, качалка. Пойдем покажем, как выглядят ворота. Когда я была маленькой, мне нравится так. Здесь получается такой традиционный вход. Видите, здесь фонарики, всякие надписи красивые. Это обычно вешают чхунти. А, на каждый Новый год меняют. Вот, потому что сейчас, видите, год обезьяны. И сбоку дом выглядит таким образом. Он такой вот длинный-длинный-длинный и высокий. После этого зала сразу вы заходите во двор. Двор вот выглядит таким образом. Здесь растения, деревья. Здесь вот тоже есть комната, но мы не будем показывать комнаты, потому что как-то не очень красиво, наверное, здесь живет ее бабушка в этой комнате. А там на втором этаже уже живут тетя, дядя. Тетя, дядя, все. А здесь вот в этой комнате живет ее двоюродный брат. Вот это вот столовая. Здесь они едят. На самом деле все китайские дома в этом городе, да и вообще везде похожи друг на друга, да? Они все примерно такого плана. А вот и сама кухня. Тоже, в принципе, у всех китайцев одинаковые кухни. Мы взяли мотоцикл, нам дали. Мы вам попозже его покажем. Сейчас катаемся и будем вам показывать здесь окрестности. Мы приехали в храм. Здесь очень много людей, потому что вчера был день рождения у... Да, был у Гуанин день рождения. Нет, не вчера, сегодня. Сегодня? А, сегодня день рождения. Так что я вам покажу вообще, как это все отмечается. Народу просто кучу. Посмотрите, все это сожгли люди. То есть вы видите эту огромную кучу пепла. Это все, что они сожгли за ночь, и тут очень жарко. Храм выглядит вот таким вот образом. У Лулань бабушка очень верующая, она буддист, поэтому она в храме, и она в храме уже всю ночь. Бабушка Лулань, она уже здесь, где-то с 10 ночи, с 10 вечера. Сейчас уже 12 дней, она до сих пор здесь. И мы сейчас с вами посмотрим, что здесь происходит. Но это прямо, знаете, такое вот место для верующих, не для туристов. Здесь они кушают. Кушают вегетарианское. Да. Твоя бабушка вегетарианка? Да. У Лулани папа буддист, и бабушка, и вся семья буддистая, кроме... Кроме дяди и дяди. А, только тетя и дядя не буддисты, и Лулань, она тоже пока не буддист, она пока ищет свою веру и свой путь. Лулань сказала, что эти бумажки как будто деньги, то есть они сжигают, и на том свете у людей, которые умерли, у них будут деньги. К бабушке мы зашли, там ее... Ну, она там сидела со своими подругами, наверное, да, можно сказать? Они писали разные молитвы на этих ленточках, и эти ленточки можно брать с собой, они будут оберегать, короче, как талисман. Немного грязно все в бумажках, потому что здесь тысячи людей были за всю ночь. Весь город вчера, я просто был вчера очень уставший, весь город вчера шел сюда. Сейчас мы идем к мотоциклу и поедем с вами гулять и смотреть на красоты. Во всех маленьких городах очень популярны вот такие трехколесные машины. Вот наш байк, у нас закончился бензин, и сейчас мы заправляем. Здесь такая странная схема, я вам сейчас покажу. За 20 юаней мы взяли вот такой вот чайник, и нам сейчас зальют бензин. Потому что почему-то мотоциклам нельзя туда подъезжать близко. Это потому что это опасно, если прямо отсюда туда. Смотрите, как Луань выглядит, как рабочая. Ребят, ощущение, как будто я в Таиланде или еще где-то, но не в Китае, потому что моя жизнь в Китае совсем другая. Сейчас мы в деревнях, и, скорее всего, я первый иностранец, который здесь. Да, и вот так, в принципе, выглядит обычный Китай. Это одна из самых бедных провинций, как я уже говорил. Здесь живут самые обычные китайцы и самая обычная деревня. Они здесь работают на полях, занимаются сельским хозяйством, и все это продают. Это их основная деятельность. Да, Луань? Да, хотя здесь бедная провинция, но природа богатая. Вау, видите, как говорит Луань? И дороги хорошие, хоть бедная провинция. Но небо – это что-то непередаваемое. Очень красиво. Так мило, ухо химачика, тенна! Смотрите, какая дорога! Мы кушаем. Ой, мне мама звонит. Едим такой рис с яйцом и не знаю с чем. С какими-то овощами и с перцем. Вкусно? Очень вкусно. Я тоже думаю, что вкусно и дешево. Сколько стоит, пока не знаю. Ребят, мы ехали-ехали и наткнулись на водопад. Так красиво! Здесь очень много воды, потому что вчера и позавчера был сильный-сильный дождь. Не вчера, а позавчера. И пол города затопило. Поэтому столько воды. И даже вон там небольшой водопад. Мы остановились, потому что здесь тоже очередная красота. Да, здесь везде повсюду река. Небольшие деревушки, примерно, не знаю, друг от друга в километре. И горы, 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 горы. Прекрасные горы. Единственное, солнце печет. Нужно было одеть рубашку, потому что так вообще можно полностью сгореть. Смотрите, вот самый простой домик в деревне. С прекрасными видами на самом деле, потому что сзади этих домов горы, 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 горы. Но сейчас все люди трудятся на плантациях, поэтому народу не так много сейчас здесь. Вы готовы увидеть красоту? Серьезно. Здесь очень красиво и высоко. Мне страшно, но я вам покажу. Посмотрите. Там течет горная река внизу. Там нет ни домов, никого, просто дикая природа. Здесь повсюду летают стрекозы. И тишина. Вы только слышите, наверное, цикады. Супер. Там птицы летают. А, это как чайки. Я бы очень хотел бы спуститься к реке. И мы сейчас прям едем по горам. Здесь вот такая дорога. Дорога, кстати, нормальная. Очень интересно ехать, потому что такие живописные пейзажи. Как буду я в раю. Лети. Ребят, смотрите, проехали дальше. Здесь тоже река. Она чистейшая. На GoPro, наверное, не будет видно. И здесь находятся рисовые террасы. Видимо, там, где это живут люди, потому что дым. Но, а так, в округе никого. Только лес. Причем нетронутый. И вот тут вот начинается и до туда идет рисовая плантация. Сейчас мне будут брить бороду. И на самом деле, они все удивлены, насколько у меня много волос на лице. Потому что, кстати, ничего не растет. У них очень мало. И он переживает, сможешь ли он мне побрить, потому что она у меня слишком густая. Он меня побрил практически без ничего. Только горячую воду сделал и какой-то там крем намазал чуть-чуть. И все. На сухую практически. Ребят, смотрите, здесь тоже танцуют в любом маленьком, большом городе. Везде. В Китае танцуют. А смотрят они вот на этот телевизор. Видите, здесь прям показывают, как танцевать. Они смотрят и танцуют. Субтитры подогнал «Симон»